Архангельская земля богата замечательными, талантливыми людьми. В этом ряду стоит и наш земляк Зосима Петрович Калашников. Многие горожане знают его как мастера редкого и уникального творчества макетирования, удивительного человека, энтузиаста и художника. Он оставил нам уникальное наследство, сделанное своими руками макеты старого Архангельска. Им созданы макеты Соловецкого и Пиртаминского монастырей, корабельной стороны Архангельска Соломболы. Предлагаем вам посмотреть на наш город глазами Зосимы Калашникова, вспомнить о его жизни и творчестве. Это видеопрезентация о нем, о его уникальном увлечении и таланте. Калашниковы были родом из Бологды. В Архангельск в 1883 году переехал дед Зосимы Петровича Иван Григорьевич с женой Марии Васильевной и детьми Зосимой, Филиппом и Петром. Младший Петр, отец будущего создателя знаменитых макетов, с 17 лет жил самостоятельно. Был чернорабочим на лесозаводе, кочегаром, масленщиком, машинистом, ходил на буксирах по Волге, бывал в Норвегии, Германии, Англии. Женился на Марии Михалне Катариной из Летней Золотицы. У них родились четверо детей Алексей, Любовь, Зосима и Анна. В Первую мировую войну Петр был мобилизован на фронт, а после войны ходил по Северной Двине на буксирах. Он писал картины и стихи, выпустил стихотворные сборники «Радужная наковальня» в 1923 году и сборник «Искры Затона» в 1935 году. Печатался в газетах «Северное утро», «Архангельск», «Волна». Петр Иванович был незаурядной личностью, но профессиональным литератором не стал. Жили бедно, нужно было кормить семью. Он умер в мае 1942 года. Его творческое наследие, около 400 стихов и 200 картин, сгорело осенью того же года, когда в дом попала зажигательная бомба. Зосима Петрович Калашников, сын пролетарского поэта Петра Калашникова, родился 30 апреля 1913 года. С ранних лет он помогал семье, зарабатывал тем, что разносил газеты. Учился в третьей школе, где рисование преподавал сам Степан Григорьевич Писахов, известный художник и сказочник. Позднее стал рисовать карикатуры для газеты. В 17 лет окончил 9 классов, затем отделение электрификации промышленных предприятий техникума связи. В 1931 году участвовал в прокладке первого кабеля через двину, вместе со всеми пилил лед, тянул кабель. После техникума работал электриком на лесозаводе в Каменке на Мизине. Там и познакомился с Зинаидой Ивановной Коровиной, женился на ней. Она работала секретарем директора Мизинского лесозавода. Семья Калашниковых переехала в Архангельск после войны в 1946 году. Зосима Петрович работал начальником электростанции на Цегламенском ЛДК, вел большую общественную работу, был секретарем партийной организации, депутатом Исокогорского райсовета в 1953-1955 годах. Но своей стихией всегда считал трансформаторы, генераторы, металлические опоры и высокое напряжение. Освещал Мизинь, Сальвычегодск, Холмогоры, Боброво, Ильинско-Подомское, Красноборск, Кодино, Уфтюгу. После выхода на пенсию он неожиданно для всех повернул жизнь, занялся редким творчеством. Художественный талант Зосимы Петровича открылся в нем в полную силу после 60 лет, когда были поставлены на ноги четверо детей, а за плечами остались 40 лет трудового стажа. Его макеты – ожившая история города, старого, но такого дорогого сердцу каждого архангела-городца. В 1977 году Калашников изготовил макет собора, который стал первой ступенькой к созданию панорамы целого города. Думал сначала воспроизвести только Троицкий Кафедральный собор. Получилось! Увлекся, засел за архивы, искал старые фотографии, документы, расспрашивал историков, краеведов, делал кропотливо и точно. Все макеты отражают истинную архитектуру. Зосима Петрович поставил перед собой задачу не из легких – к 400-летию Архангельска воссоздать в макетах город таким, каким его застала революция. Работа была чрезвычайно объемная. Строительством занимался в небольшой комнате, откуда мебель пришлось вынести, оставив только рабочий стол. На этом столе, некогда полированном, а потом протертым до волокон, и рождались макеты. Ни одна стройка города не знала таких темпов и качества исполнения. Разрезая плотные листы картона, он делал выкройки будущих макетов, склеивал их клеем, на готовое строение накладывал резные картонные украшения, затем покрывал на два раза масляной краской, считая, что это убережет поделки от сырости. Луковки церквей покрывал позолоченной фольгой, кресты делал из спичек, ограды мастерил из дамских шпилек, кроны деревьев вырезал из губки мочалки зеленого цвета. Ни одна мелочь не ускользала от внимательного глаза мастера. И клепка листов на крышах и наличники, все было воссоздано с поразительной точностью в масштабе 1 к 100. Обычный дом копировал 5-6 дней, а на роскошные особняки уходило около двух недель. Над Троицким собором колдовал месяц. Он любил и знал свой город. Новое дело стало для него смыслом жизни. Первая выставка «Архангельск. Столица Севера» 1914-1920 годы была организована Обществом охраны памятников истории и культуры и открылась 25 декабря 1979 года в конференц-зале Горисполкома. Макеты заняли свои исторические места на планшете общей площадью около 70 квадратных метров. Однако Зосима Петрович мечтал, чтобы местом для выставки стали гостиные дворы, которые в то время только передавались краеведческому музею. Обновленная выставка «Старый Архангельск» открылась в ДК моряков 31 марта 1983 года за месяц до юбилея автора. Здесь были не только макеты, но и фотографии представленных объектов. Миниатюрный город, любовно воссозданный до мельчайших деталей, на этот раз был представлен от Смольного Буяна до Кузнечехи и включал макеты 222 объектов, 160 из которых к тому времени уже были утрачены. Каждый дом из картона и стекла был настоящим произведением архитектуры, даже трамвай не забыт. Маленький красный вагончик стоял на углу Троицкого и Поморской. 1984 год стал годом три умфа Калашникова. Летом, в честь четырехсотлетия Архангельска, он официально передал свое творение городу. В 1985 году появился самый сложный, по мнению мастера, макет Соловецкий монастырь, а в 1986 году Пертаминский монастырь. Основной материал, использовавшийся мастером для их создания, тот же картон, а также стекло, камень, губка, дерево, металл, фольга. И здесь скрупулезная точность, глубокое знание предмета. Зосима Петрович ездил на Соловке, подолгу беседовал со сторожилами, вымерял, делал наброски, вычерчивал все строения. На работу ушло полтора года. Величавые башни, крепостные стены, покрытые разноцветными лишайниками, камешки, для которых собирали соловецкие школьники, с церквями, садом, соборами, палатами, часовней, колокольней, мельницей, галереей, доком, причалом, такими, какими они были в начале века. Макеты северных монастырей Калашникова увлекают зрителей, вне зависимости от возраста, профессии и жизненных интересов. Они завораживают особой тонкой эстетикой и вкусом, как зодчих прошлых веков, сотворивших архитектуру обителей, так и мастера, создавшего эти уникальные работы в таком миниатюрном виде. Долгое время эти макеты хранились в Марфином доме. В 2018 году макеты Соловецкого и Пертаминского монастырей поступили в Архангельский краеведческий музей. Перед этим они были отреставрированы специалистами в реставрационном центре имени Грабаря. Архангельск без Соломболы, не Архангельск, любил повторять Зосима Петрович. За полтора года он сделал 70 макетов жилых зданий, сооружений, промышленных объектов. Выставка «Старая Соломбола» открылась весной 1986 года в ДК завода «Красная кузница». Сообщение о стране Соломболе появилось в прессе еще в январе. Каждую субботу автор будет водить экскурсии по Соломболе начала 20 века от бывшего лесозавода Макарова до домика Седова. Представьте себе, что мы с вами оказались в Старом Архангельске, прошлись по городу и вышли к двине по улице Пермской, ныне улица Суворова. Перед глазами открылась Соломбола, морская сторона города. Справа лесопильный завод, чуть левее видны трубы и мачты пароходов, стоящие в гавани судоремонтных мастерских. Дальше огромное здание флотского полуэкипажа, затем Никольский собор, а прямо деревянный мост через Кузничиху, выходящий на Никольский проспект. Такой была Соломбола на рубеже 19-20 веков, в канун Великой Октябрьской социалистической революции. Такой открывается она и посетителям выставки. Из старей жили и живут в Соломболе потомственные моряки и кораблестроители, судоремонтники или сопильщики. В названиях ее улиц увековечены имена борцов за советскую власть в Архангельске, героев гражданской войны, первопроходцев Арктики. Зосима Петрович подчеркивал, что эта выставка появилась по просьбе соломбальцев. Соломбола начало 20 века, от бывшего лесозавода купца Макарова до домика арктического исследователя и путешественника Георгия Седова, Макет «Старая Соломбола» находится сейчас на втором этаже Соломбальской библиотеки имени Бориса Шергина. Он был подарен на открытии библиотеки в 1989 году. Талантливость мастера была чертой наследственной. Она передалась ему от отца, который не только писал стихи, но рисовал с натуры беломорские и саверодвинские пейзажи. Его работы представлялись на художественных выставках Архангельска, но нашему поколению они неизвестны. Сохранились лишь несколько картин. Выйдя на пенсию, Зосима Петрович задался целью возродить погибшей картины отца. Как и создание макетов, это стало смыслом его жизни. Он ездил по всей области и по сохранившимся каталогам выставок искал те места, где когда-то сидел и рисовал отец. Он писал акварелью утюды и картины небольшого формата. Вскоре коллекцию составили 163 акварели. Зрители называли его мастером, благодарили за любовь к северу и правдивое изображение родных мест. Позднее его картины экспонировались рядом с макетами во дворце моряков. Главными темами живописных работ стали северные пейзажи, родной Архангельск, застраивающийся новыми зданиями, красоты других регионов большой страны, где Зосиме Петровичу довелось побывать. Зосима Петрович говорил, Архангельск город моего детства, моей молодости и смею думать меня самого. И захотелось мне обернуться на брожитые годы, показать их людям помоложе меня, вернуть хоть что-то из ушедшего. Ведь моя биография – маленькая копия с большой историей. Зосима Петрович был неутомимым и бескорыстным просветителем и пропагандистом истории Архангельска. Он создавал макеты, организовывал выставки, проводил по ним экскурсии, передавал свой опыт молодежи. В год его 75-летия за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу Зосиме Петровичу Калашникову было присвоено звание «Заслуженный работник культуры РСФСР». А 23 апреля 1991 года он был удостоен звания «Почетный гражданин Архангельска» посмертно. Вдове Зинаиде Ивановне вручили удостоверение и памятный знак с лентой. До этого часа создатель макетов не дожил чуть более двух месяцев. Он скончался 14 февраля 1991 года, похоронен на Жировихинском кладбище города Архангельска. Уникальные макеты Зосимы Калашникова можно рассматривать часами и не просто изучать, а брать бесценные уроки любви и патриотизма у их создателя. Светлая ему память!